Жителям города пришлось очень многое преодолеть. Главная цель, естественно, выжить. Продовольствия в городе катастрофически не хватало, так как немецкие войска уничтожили. Подляевские продовольственные склады, обеспечивающие не только город, но и часть армии. Ровно 77 лет назад завершилась блокада Ленинграда. Жители провели 872 страшных дня в голоде и холоде. Погибло огромное количество людей, но город все же сумел выстоять. Важную дату, 27 января, в день полного снятия блокады, по всей стране проходят памятные мероприятия. Городской округ Щелково не стал исключением. В молодежном центре «Навигатор» школьникам рассказали о великом подвиге наших соотечественников. Безусловно, мы прочувствовали все, что нам рассказывали. Я считаю, что мы должны в любом случае помнить историю своей страны, знать ее, знать, через что прошли люди, чтобы жить в сегодняшнем и нынешнем мире. Поэтому это, понятное дело, что очень важно. Мы должны гордиться нашими предками и нашими бабушками и дедушками. Они у нас самые лучшие. Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое и политическое значение. Если бы город на Неве пал еще в 1941 году, то вся война могла бы пройти по совершенно иному сценарию. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город, вдохновлял всю армию и страну. И, конечно, заслужил глубокое уважение всего мира. Молодому поколению важно это знать, потому что это история нашей страны. И это каждый обязан знать, потому что без прошлого мы не можем жить в будущем. Поразила доброта и добродушность граждан Ленинграда, когда даже в зоопарке были животные, они могли спокойно их съесть, но они вместо того, чтобы их съесть, выхаживали раненых. А также у них были запасы экспериментальных культур, и они их тоже не прикоснулись, а наоборот даже охраняли для будущего поколения. За время блокады огромный ущерб был также нанесен историческим зданием и памятником Ленинграда. Самые ценные, например, памятник Петру Первому и памятник Ленину у финляндского вокзала были спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами для того, чтобы их сохранить. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.